здравствуйте дорогие друзья с вами татьяна я рада приветствовать всех кто заглянул на мой канал в этом видео я буду вязать образцы номер один и номер два с вытянутыми петельками номер один зеленый состоит из трех рапортов три ряда рапорт а синенький попроще из двух рядов состоит и вот который первый образец зеленый связан вот этот берет я его еще не постирала решила показать начала второй берет это в следующем видео будет с вытянутыми петельками ну а сейчас приступим я буду вам показывать как я их вижу приступим вязать наши образцы вязались они из пряжи одинаково ализела на golf classic 100 граммов 240 метров спицы тоже одинаковые три с половиной чулочные и носочные и вот этот образец из двух рядов состоит раппорт этот образец из трех рядов раппорт состоит и он более крупный приступим со сложного тут уберем сейчас у нас первый ряд раппорта идет попался мы начинаем вязать первый ряд раппорта 3 кромочную снимаем 3 изнаночных сейчас идет лицевая вытянутая петелька мы ее снимаем нить за работой и снова 3 изнаночных все лицевая идет мы ее снимаем и обратите внимание чтобы рабочая нить было за работой на лицевой стороне нет всегда это у нас лицевая сторона будет за работой снова 3 изнаночных провязываем лицевой снимаем нить за работой 3 изнаночных и кромочная изнаночная все первый ряд раппорта мы провязали приступаем ко второму ряду раппорта это у нас изнаночная сторона на изнаночной стороне вот этот раппорт и будет именно вот этот вот которую сейчас мы будем делать повторяться один раз будет набираться петли обвитые с изнаночной стороны в другом раппорте будет с лицевой стороны петли обвиваться я сейчас все покажу вяжем по рисунку 3 лицевых дошли до вытянутой петельки которые мы снимали и сейчас начинаем ее два раза обвивать изнаночной петелькой вот я спицу вставляю в изнаночную петельку вот нить перед работой вот так раз обвела и второй раз провязываю все мы обвели два раза нашу петельку 3 лицевых по рисунку идут по рисунку идут и снова вот изнаночная вставляем спицу в петельку обвиваем раз обвела а второй раз провязываем нить за работой снова 3 лицевых снова провязываем изнаночную петлю с двумя обвитыми вот я ставила обвела один раз и провязываю получилось 2 петельки 3 лицевых и снова изнаночная с двумя обвитыми вот обратите внимание сейчас еще медленнее покажу я вставила спицу в петельку обвела один раз вот видите один раз обвела это я вставила это обвела и провязываю и когда я провязываю получается 2 петельки один раз обвели второй раз провязали получилось две петельки это был второй ряд раппорта 3 ряд раппорта третий ряд мы снимаем все наши петельки вот три изнаночных по рисунку идут и петельку мы снимаем вот эту обвитую 3 изнаночных петельку снимаем и заметьте нить за работой на лицевой стороне не всегда будет за работой на изнаночный перед вот сняли 3 изнаночных вытянутые обвиты петельки скинули 3 изнаночных вытянутую петельку скинули 3 изнаночных это было 3 ряда раппорта и он будет чередоваться давайте сейчас покажу второй ряд ой 2 раппорт который будет чередоваться с тем который мы провязали сейчас мы будем снимать нашу вытянутую петельку вот вот она изнаночная идет здесь она изнаночная заводим нить перед работой и снимаем вот видите нить перед работой 3 лицевых изнаночную снимаем нить перед работой 3 лицевых изнаночную вытянутую петельку снимаем нить перед работой 3 лицевых и кромочную провязываем изнаночной второй ряд раппорта вот он и был второй ряд всегда будет отличаться в одном раппорте он будет в изнаночной петли с изнаночной стороны будем набирать а сейчас мы будем набирать его с лицевой стороны обвивать вот сейчас смотрите 3 изнаночных провязали и теперь я завожу спицу но как вяжем лицевую и обвиваю два раза вот обвела провязала скинула 3 изнаночных лицевая с двумя обвитиями и снова 3 изнаночных лицевая с двумя обвитиями вот они две петель провязали 3 изнаночных лицевая с двумя обвитиями вот это второй ряд раппорта он у нас и будет отличаться будет попадаться то с изнаночной стороны то с лицевой по кругу вяжется одинаково вот как сейчас я вижу так он вяжется будет по кругу так вот обращаю внимание вот я по рисунку с изнаночной стороны одну кромочную 3 лицевых провязала и теперь настало время скидывать наши петельки двойные обвитые мы заводим нить перед работой в этом разница с изнаночной стороны не должна перед работой быть и за первую скидываю все скинули 3 лицевых провязали нить заводим перед работой и вот подцепляем скидываем 3 лицевых опять нить заводим перед работой скидываем 3 лицевых заводим нить перед работой подцепляем за 1 скидываем и снова 3 лицевых кромочную изнаночной все мы провязали 2 раппорта и сейчас они будут повторяться сейчас мы будем снимать вытянутую петельку нить заработать на изнаночной стороне в изнаночной петлей 2 обвития и третий ряд скидывать эту петельку вот такая красота получается провяжем теперь второй образец который состоит из двух рядов раппорт здесь очень просто все что палков по кругу что так все прям просто кромочную снимаем провязываем 3 изнаночных провязали лицевую снимаем нить за работой 3 изнаночных лицевую снимаем нить за работой кстати снимать вы как хотите только главное в каждом ряду одинаково вот чтобы ровно ему тошла косичка лицевой снимаем нить за работой 3 изнаночных и кромочная тоже изнаночной второй ряд раппорта провязываем по рисунку идут лицевые значит 3 лицевых изнаночную снятую петельку провязываем изнаночной все по рисунку видите очень просто изнаночной провязываем 3 лицевых а снятую петельку провязываем изнаночной 3 лицевых снятую петельку изнаночной 3 лицевых и кромочная изнаночная вот такой простой рисунок с вытянутой петли но получается он немножечко вот я в рукавичках его такой вот способ применяла его в резинках красиво применять можно да где угодно вот посмотрите разницу все одинаково из одинаковой пряжи одинаковыми спицами получилось это выпуклей это потоньше мне оба нравится ну а сейчас я с вами прощаюсь кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал впереди еще будет много всего интересного с вами была татьяна всем пока